Здравствуйте, дорогие друзья! До обидного быстро миновал выходной день, и я, гроссмейстер Сергей Шипов, снова заступаю на трудовую вахту. Продолжается супер-турнир Вейконзей, сегодня состоялся пятый тур, который, в общем, оказался достаточно интересным. Другое дело, что явных изменений в лидерскую группу он не внес. Единственное, что образовался явный аутсайдер, к сожалению, им стал симпатичнейший Давид Навара. Ну, давайте все по порядку. Как обычно, я начинаю с наименее интересных партий. Ван Вели Аронян, честно говоря, для специалистов эта партия не представляет ни малейшего интереса, потому что ван Вели вышел вариант, который считается безопасным для черных, и решительно ничего нового не показал. Ну, я так думаю, что Люк удовлетворяется тем, что он держится в районе полтинника, но вот на большее у него сил не хватает. Это был ферзовый гамбит. Те самые варианты, которые нам смертельно надоели еще в Казани, на претендентских матчах. Вот здесь принципиально важный вариант. Это размен на А6 и яркий искрометный прорыв Б4-Б5. Вот я нарисовал некоторые варианты, вы их посмотрите, пожалуйста, сами. Судя по всему, там у черных есть хорошие защитительные возможности, но главное связано с тем, что вот здесь после хода С6 черные не обязаны сдаваться, хотя этот соблазн есть. Например, на КБ8 уже С7 крайне приятно. Здесь есть ход ФС8, который использует то обстоятельство, что у белых подвисает КНС3. Но там дальше продолжается сложная борьба. Я так понимаю, что Ливон Аронян, конечно же, был к этому готов. В Анвеле, в общем, развивался достаточно банально, ничего особого он не продемонстрировал. Новинка Ароняна, связанная с разменом на С5, вот в этой позиции, которую вы сейчас видите, ну, в общем, достаточно вызывающая. Честно говоря, мне казалось, что слон Д8-то ход, конечно, покрепче, но Ливон решил доказать, что можно играть и так. В принципе, у белых вот визуально есть некоторые преимущества. Продвинутая пешка НС5, потенциальная слабость на С6, но добраться до нее оказалось непросто. Соперники еще немножко поиграли, если так можно назвать. Я бы взял этот глагол в кавычки. В общем, черные даже смогли провести Е5. И, наконец-то, нашлось спасительное повторение ходов, которое позволило участникам отправиться на ужин. Вот. Ну что ж, Аронян действует грамотно. Он сделал первую ничью. В конце концов, нельзя все время лить кровь. Завтра белыми он наверняка будет играть агрессивнее. А мы смотрим дальше. Раджабов-Топалов. Ну, здесь, собственно, ничего особенного не произошло. Раджабов проверил Топалова. Топалов оказался готов. Опять же, тот самый ферзовый гамбит. Те самые варианты. Только на этот раз вместо хода С4-С5. Белые сыграли А3. Этот вариант, как правило, ведет к образованию изолированной пешки у черных. Ну, вот эти позиции изучаются уже достаточно давно. В принципе, до нового тысячелетия считалось, что здесь все-таки у белых есть стойкий стабильный перевес. Но вот именно в нашем веке вооруженные компьютерами аналитики выяснили, что все-таки черные держатся. Причем держатся без особых проблем. И вот пробить эту крепость не удается. Давайте я не буду углубляться здесь в анализы, потому что, уверяю вас, есть и поинтереснее здесь какие-то примеры. Сегодня, ну, мне казалось, что здесь конь Д4 более интересна. Но на самом деле все сводится примерно к позициям одного типа. То есть вот черные ничего не добились с вторжением слона на А4. Но, тем не менее, они выставляют достаточно крепкую позицию. Слон А4 здесь работает в качестве такого провокатора легкого. При этом конь на Б3 в некоторых вариантах все-таки ползет. Но на самом деле ничего особенного не происходит. Опять-таки повторяю, что визуально позицию белых, конечно, получше. Но что делать конкретно, в общем-то, непонятно. Конь на С5 достаточно силен. Он идет на Б3, на Е4. Не знаю, мне показалось, что именно в этот момент можно было сыграть конь Б5. Вот единственный момент, пожалуй, конь Б5. Ну, здесь, понятно, слабость пешки на Д5, видимо, вынуждает размен. В принципе, такое соотношение не считается особенно опасным для черных. Но если присмотреться, то все-таки от изолятора избавиться не так сложно. Хотя здесь белые не претендуют на что-то серьезное, но некоторые давления они сохраняли. А последовал Ферзь G3. Ну и после Ферзь F6 стало очевидно, что у белых ничегошеньки нет. Ферзь черных занимает шикарную позицию. Атакую на Б2, на Ф2. Конь может на Е4 пойти. И, в общем, здесь остались только танцы Ферзей, которые привели к скороспелой, но достаточно логичной ничьей. Итак, Топалов у нас становится королем ничьих. То есть, тот человек, который прежде лил кровь направо и налево, и сам ее проливал, совершенно не жалея. Но на этот раз он, видите, может быть, повзрослел, стал солидным шахматистом, делает одни ничьи. Стал похож на Лека в юности. Карлсон-Гири. Ну, вот эта пара. Здесь, конечно, все ожидали, что могучий Карлсон и забьет маленького бедного Гири. Но если вы сейчас углубитесь вместе со мной в глубины этой партии, вы убедитесь, что, наоборот, маленький Гири вполне мог избить большого Карлсона. И был к этому очень-очень близок. По-моему, у черных здесь был достаточно большой перевес. Но, я так понимаю, что сказалось огромное психологическое преимущество Карлсона, как шахматиста авторитетного, как явного лидера шахматного мира. Они же еще просто не верят в то, что он может бить сильнейших на этой планете. Итак, вполне ожидаемое развитие события в данной ситуации заключалось в том, что белые сыграют Е4, захватят центр, получится обычный вариант эстетистической защиты. Но неожиданно последовал ход слону G5. То есть, Карлсон решил не ввязываться в какие-то страндейские баталии. То есть, актуальный вариант он отверг в пользу, как говорят в таких случаях, простого здорового развития. Но, как правило, бывает, простое здоровое развитие приводит к тому, что весь перевес улетучивается молниеносно. Черные успешно разменивают очень сильного чернопольного слона белых. Я в детстве считал, что здесь только черные могут бороться за перевес. И знаете, вот это свое заблуждение я сохранил до нынешних седых лет. По-моему, ничего здесь у белых нет. Больше того, именно черными здесь играть проще. Потому что у них есть достаточно простая игра по черным полям. Е6 ход грамотный. Е6 ход грамотный. Хотя и можно было немедленно начинать атаку ходом C5. Вот, ферзь C2, то есть белый планирует при случае увести короля на ферзевый фланг. Ферзь Е7. Ну, ход сдержанный и, опять-таки, достаточно квалифицированный. Слон Е2. А6. Ну, кстати, очень интересное, скромное такое включение. Но, на самом деле, черные просто хотят сыграть волжский гамбит. Они хотят сыграть С5, чтобы на Д5 иметь подрыв Б5. И, в общем, здесь белым, я вам скажу, достаточно непросто играть. Последовало. Последовал. Ф4. Ну, Карлсон некоторое время удерживает короля в центре, чтобы сделать определенный задел на королевском фланге. Так сказать, аванс. Потому что после того, как здесь завяжется борьба, уже можно будет уйти в 3-0, не опасаясь атаки черных на ферзевом фланге. Вот хитрость состоит в том, что белые вовсе не подписываются кровью под обязанностью сделать длинную рокировку. Они могут сыграть 2-0. Например, если черные здесь, ну, например, пожертвуют пешку на Б5. Ну, белые просто возьмут, сыграют 2-0 и холодно реализуют пешку. Итак, мне все-таки кажется, что, несмотря на все сказанное, С5 ход был принципиально важный, чтобы в случае Д5, вот, можно было сыграть Б5. Ну, вся штука в том, что вот в такой ситуации жертва пешки, она абсолютно корректна. Все-таки у черных появляется контригра на ферзевом фланге. Ну, и к тому же, наверное, пункт Е3 где-то скажется. Вот, а Аниш сыграл Ф5. Ну, вот ход Ф5, честно говоря, вызывает у меня некоторые подозрения. Я просто не видел никакой необходимости так играть. Нет, я понимаю, что у него возникла вполне логичная человеческая опаска где-то схлопотать мат на H7. Но, простите, как? Дело в том, что взятие на Ж5, взятие на Ж5, разумеется, черные не будут брать пешкой зевая мат. Последует ФСЖ5 с большим позиционным перевесом черных. То есть, на самом деле, просто не было в этом ходе необходимости. Ну, вот шахматы такая штука, что иногда соображения комфорта и перестраховки, они могут оказаться несколько проигрышными. Вот, надо играть немножко пожестче. 3-0, С5. Ну, черные делают то, что надо. Ф5. Ну, вот теперь сказывается то, что пешка ушла с Ф7. Например, в принципиальном варианте Б5. Белые играют ДЕ. И вот теперь черным просто не хватает пешки на Ф7, которым могла бы взять на Е6 и прикрыть вот это самое обозначенное мною поле Д5. Вот начинаются легкие проблемы. Так обычно и бывает. Допускаешь какую-то неточность и вот дальше по цепочке идет. Но Е5. Ход, в принципе, нормальный. Но здесь меня Карлсон неприятно удивил. Ход ладья H5 выглядит, ну, очень прямолинейно. Знаете, это из чемпионата Жека, в общем-то, ход. Вот, потому что, ну, белые просто идут напропалую. Кажется, что они хотят поставить мат и не видят никаких контрресурсов за черных. Но это, на самом деле, неправильно. Конечно, надо здесь сделать нормальный грамотный ход Король-Б1. Ну, в общем-то, вы будете смеяться, но позиция-то вполне сцелянская. То есть, о сцелянской защите, как всем известно, даже кандидатам в мастера из Жека, что Король-Б1 надо сделать ход на всякий случай, чтобы никаких шахов не было. И уж потом атаковать. Вот. Кстати, на Король-Б1 в случае Е4 черные не могли закрыть позицию. То есть, следовал взрывающий ход Ж4. Вот. А последовала ладья Х5. На самом деле, ладья еще под темп подставляется. Взяли-взяли. Ну, в случае ЕФ конь на Д7 идет и на Ф6 идет с темпом. Вот это очень важный момент. И белые не успевают там какие-то угрозы пешке Ф5 создать. Последовала ЖФ. Ну, я так понимаю, что Карлсон очень надеялся, что соперник возьмет на Е3. В этом случае взятие на Ж5, слон Д3. Ну, здесь все-таки действительно серьезная инициатива. Но Аниша оказался более разборчивым. Он взял на Ф4 и сыграл конь Д7. То есть, конь все-таки идет на Ф6. Но при случае, если будет так нужно. Итак. Вот здесь, кстати, очень интересный вариант есть. Ну, конечно, пешка остается под боем. И поэтому надо смотреть, ладья бьет Ф5. Ну, тогда следует. Слон бьет С3. То есть, черные все-таки вот в некоторых вариантах они не могли брать этого слона. Но сейчас это достаточно актуально. БЦ. Взятие на Е2. И здесь размен на Ф8 просто идет безнадежная позиция. Ладья Ж5 вовсе не уйдет к победе белых. Потому что на АЖ, конечно же, побеждает Ф6 и Ладья Ж1. Брать не обязательно. Король Ф7. И король как-то неожиданно убегает из горящего фланга. И здесь у черных, в общем-то, лишние фигуры. Хотя, конечно, позиция еще не ясная. Слон Д3. То есть, Магнус, разумеется, несмотря на весь мой юмор и скептицизм, конечно же, не игрок из нашего московского ЖЭКа. Он играет намного сильнее. Конь Ф6. Вот здесь, опять-таки, напрашивался Ладья бьет Ф5. Вообще, отступать, в принципе, не хочется никому. Ни гроссмейстеру, ни кандидату-мастера, ни безразряднику. Но на Ладья Ф5, я думаю, что Карлсон понял, что... Ну, вот эта компенсация за качество, она совершенно не очевидна. К тому же, черные не обязаны брать сразу. Они могут сыграть Б5, а могут сыграть какой-нибудь профилактический ход, например, Король Х8. Последует Ладья Х1. Ну, вот здесь, мне кажется, что уже черные перехватывают инициативу, потому что у них достаточно серьезная атака по черным полям. Ну и, конечно же, вот этот ресурс Б7-Б5 очень важный. Вот, я думаю, что Конь Ф3-то здесь было поосторожнее и аккуратнее. Последует Ладья Е2, Ферст Д4. Достаточно точный ход, то есть черные еще и нападают на пешку Ф4 и собираются внедрить Коня на Е3 или Ф2. Конь А4, ну, я вот посмел... Уж простите меня, фанаты Магнус Карлсон, я посмел наградить этот ход веским вопросительным знаком. Ну, надо было, наверное, играть Конь Ф3. И здесь я совершенно не понял, почему не было сыграно Конь Ф2. То есть разница по сравнению с партией, где Конь пошел на Е3, состоит в том, что, в общем-то, черный Ферст еще и на Ж2 съедает пешку. Конь Б6, Ферст Ж2. То есть черные запасались впрок материалом. Ладья Е1, Ладья Б8, взяли-взяли, слон Ф5 и именно Ладья Б8. То есть непонятно, что здесь есть у белых за качество, а у черных по-прежнему есть игра с Б5. Ну, мне кажется, что просто вело к огромному перевесу черных. Последовало Конь Е3, что сохранило интригу. Взяли-взяли, Конь Б6. Ну, вот немножко другая ситуация. Ладья Б8, Ладья Ф1. Очень важно. То есть белые не отдают пешку, собираются в будущем, в нужный момент, взять на Ф5. Разумеется, после размены. Итак, Ладья Е8. Ну, здесь не знаю. Мне кажется, надо было взять на Ц8. Там довольно сложная борьба. Последовало Кроль Б1. И в этот момент снова я не понял действия ниши. По-моему, надо было разменять Ферзей ходом Ферзь Е1 шаг. Ну, не бог весть какая тактика. Ну, например, Ферзь Д1. А, Ферзь Д1. Кстати, Ферзь Д1 это попытка немножко навалить, не пустить черных в тыл. Здесь, кстати, черные могут уклониться от размены Ферзей. Причем с, ну, достаточно темповым образом. Вот. Сохраняя пешку на Ф5. И Ферзь идет на Ф6. Ну, такой вот круголя делает Ферзь. И у белых опять-таки есть проблемы. Вот. А если разменять Ферзей, то тогда здесь черный слон очень быстро начинает привязываться к белым пешкам. Король идет на Ф7. Ну, что? На Ф5-то надо забирать. Взяли-взяли. Слон Ф5. Ладья Е8. Ну, здесь не нужна особая квалификация, чтобы видеть, что белые просто стоят на грани поражения. А может быть, уже за грани. Потому что, ну, просто лишние качества, плюс фигура активная. Вот. Ну, последовал Ферзь Д4. Конь Б3. Ферзь Ф6. То есть, Ферзь вернулся на Ф6, как в указанном мной варианте. Но немножко иная ситуация. Потому что белые очень удачно переставляются. Их конь угрожает маневром через Е2 на Ж3. Вот. Позиция остается очень сложной. Очень сложной. Ладья Е7. Ну, ход здравый. На самом деле, черные собираются сыграть слон Д7. И, наконец, развиться. Поэтому, что белые, наконец, осуществляют свой размен и взятие на Ф5. Ну, вот последний, пожалуй, момент, когда моя критика в Адесанише имеет некоторую силу. Ну, конечно же, надо было отступить на Б8, чтобы продолжать свою игру с Б5. То есть, если вы внимательно присмотритесь, то обнаружите лишние качества у черных. И у них же инициатива. А лишняя пешка белых, по-моему, не имеет никакого значения. Вот. Ладья Е8. Ну, это, я считаю, просто вот чрезмерное уважение к сопернику. То есть, Аниш здесь срочно отдал качество. Ну, опять-таки, ситуация, наверное, способствует к тому, чтобы играли на победу черные. Но для этого, конечно же, надо было играть Б5. А ходом ферз Е4 Аниш, ну, вот, решил удержать синицу в руках. Сжал ее до невозможности. Она чуть не умерла. Бедолага. Ну, в общем, соперники перешли в окончание, в котором уже только белые играли на победу. Потому что у черных нет активной игры. А пешки могут оказаться слабыми. Д6 А6. Ну, вы знаете, дальнейшая часть партии, в принципе, достаточно грамотная. То есть, черные вскрыли центр. И, ну, достигли достаточно контр-игры. Ну, в общем, Аниш умело спасся. И никаких особых проблем здесь, на самом деле, не было. К тому же, материала было очень мало. В итоге Карлсон даже съел пешку. Пешку на Ц4. Но в итоге получилась смертельная связка на Е3. Которая привела к абсолютно равному пешному окончанию. Кстати, обратите внимание, что соперники здесь не согласились на ничьи. Пешка Аш пошла вперед. На Аш7 Аниш не взял на Аш7. Сыграл король Ж7. Ну, видимо, ему понравилось сидеть за одной доской с Карп... Чуть не сказал, с Карповым. Ну, и с Карповым, и с Каспаровым, и с Карлсоном приятно посидеть за столиком, поиграть. В общем, согласились на ничью. Ну, вот, как видите, конечная позиция вполне достойная. Вот именно так и надо завершать партию в ничью. А мы идем дальше. Камский Круана. Ну, достаточно сложная партия, в которой есть достаточно тонкие моменты. Итак, это у нас вариант, как бы не ошибиться в фамилиях. Ткачева, Маланюка, Анищука. Вот. В которой, ну, здесь есть ход С3, понятно, с идеей Д4. Ну, черные там играют Д6. Ну, вот есть вариант, когда белые временные жертвы фигуры получают преимущество потом двух слонов. Но у черных возникает идея С5-С4. Вот. Ну, раньше здесь изучались ходы Ф4. Рекомендую здесь изучить партию Свидлер-Круана. Я тут некоторые комментарии внес. Вот. Ну, слонов 4 нормальный развивающий ход. 2-0, Ф3. Ф3, кстати, интересная новинка. То есть, белые делают так, что после С7-С5 белый ферзь может оставить пешку Е4. Она теперь защищена. Кстати, достаточно интересная новинка. Мне кажется, что здесь ферзь Д2 была чуть-чуть более агрессивна для черных, чтобы пешка Д6 сохранялась под боем. Ну, ферзь Е3. С4 слонов на 2. Ну, вот главная проблема белых в том, что слон на 2, конечно, остается бездельником. Конь Ж6. Но, с другой стороны, у черных остается проблема в виде пешки Д6. Поэтому здесь, что называется, недостатки сторон уравновешивают друг друга. Конь С3. Взяли-взяли. Конь Е5. Ну, объективно говоря, ничего у белых нет. Опять-таки, из-за слона. И пока белые его выволакивают на свет божий, черные успевают за это время прекрасно-прекрасно расположить свои силы. Конь Е2. Ну, в принципе, здравый логичный ход. Ладья А8. С3. В общем, позиция предполагала достаточно спокойную игру. Быструю разгрузку. Но не тут-то было. И виной тому Гата Рустамович Камский. Что-то меня сегодня неумолимо тянет на фамилии великих. Но я уверяю вас, что и Камский, и Карлсон тоже, в общем-то, выдающиеся шахматисты. Их фамилии, конечно, не надо путать. Итак, шах, король Х2 и конь С6. Ну, достаточно дешевая ловушка. Теперь брать ферзь бьет Д6 нельзя из-за ладья Д8. Ферзь А4, слон Д7. То есть, слон ушел из-под боя. И, ну, там брать на Д6, видимо, черная ладья на А1. Вторгается. Действительно. Ладья Д6, ладья А1. Если белый возвращает ладью на первый ряд, то после ферзь Ф2, в общем, достаточно трудно сдержать инициативу черных. Но последовал грандиозный ход Е5. Надо отдать должное Камскому. Ну, молодец. Просто Е5, это на самом деле освобождение поля для ферзя, который следует на А7. Очень якая игра. Конь Д5, и здесь с черной мыши легко ошибиться. Например, псевдоактивный ход ферзь Ф2 ввел к проблемам. После ферзь Е4, Ф5, белые играли бы конь Е7, но тут просто ладья подвисает. Кироль Ф8, еще коня вот так надо поддать и потом уже забрать качество. Но здесь с черным тяжко. Поэтому ферзь Д8, крепкий, хороший, надежный ход. Ферзь Е4, конь Ж6. Ну, в общем, ничего здесь белые не достигают, хотя Гата еще постарался. Он даже дал шах, но от шаха еще никто не умирает. И ладья Е8 подвел последнюю фигуру к бою Фабиана, который к руану, но угрожает ход ладья Е1. Значит, шах, съели на Ж7, ферзь БТФ4. Черный, между прочим, сохраняет лишнюю пешку. Ну, инициативы белых, в принципе, достаточно здесь хороша. Шах на А7. Ну, вот здесь мне не понравилось решение Гаты. Мне кажется, надо было сыграть ферзь Ф2, сохраняя ферзей. Теперь на ферзь С5 есть идея ладья Д4. Все-таки у черных король слабенький. А если Д5, то слон С2. Ну, мне кажется, что здесь белые могли, не знаю, Ф4, Ф5 сыграть. Ладья Е1 как-то с практической точки зрения черным было бы еще есть. Ну, было о чем беспокоиться. А после ферзь Б6 беспокоились только белые, потому что у черных просто лишняя пешка в окончании. Еще последовало. Б4. Значит, Ф4, ну, с угрозой Ф5, правда, относительной. Здесь ход Ф5 очень важный, предотвращающий тычок Ф4, Ф5. И черная ладья вторглась в тылы белых. Все-таки белые без пешки остаются в окончании. Ну, надо сказать, что Камский без особых проблем удержал это окончание. Я понимаю, что лишняя пешка, она, в общем, производит впечатление на многих любителей шахмат. Но в данной ситуации у белых достаточно активные фигуры. И они, в общем-то, должны спасаться. Вот дальнейшие осложнения, это, честно говоря, для гостмейстерского уровня не бог вести какие приключения. Ну, здесь угрожает взятие ладья Б4, поэтому белые просто обязаны отдавать фигуру. Но при этом, при этом они разменивают все пешки. Теперь, конечно же, нельзя брать королем из-за потери ладьи после ладьи Б4 шах. Ну, и последовал переход в известное окончание. В общем-то, практически ладья слон против ладьи. Вот, вы знаете, я не верю, что эту пешку на Ф4 белые могут удержать. Мне кажется, что аккуратной игрой черные могли ее все-таки съесть, сохраняя вот это материальное соотношение. Но я даже не стал внедряться, как это можно было сделать. Просто потому, что защищать окончание с королем и ладьей против короля ладьи и слона на высшем уровне умеют все. И я уверен, что Гатакамский все равно защитился бы. А в партии он достаточно энергично яркой игрой неожиданно продвинул эту пешку на Ф7. Ну, я просто опускаю эти нюансы и считаю, что Круана просто был уставший. И у него не было энергии, чтобы противостоять вот этому яркому напору белой пешки. Пришлось ее просто уничтожить. И так здесь тоже фактически игра закончилась голыми королями. Что ж, еще одна достойная партия. Оба молодцы. И, наконец, отработав обязательную программу, я начинаю программу произвольную. Мы рассматриваем результативные партии. Сегодня три кровавые партии. Накамуру выиграл у Навары очень уверенно, легко и даже изящно. В принципе, партия очень хорошая. То есть, я считаю, что Накамуру сегодня играл просто блестяще. И, к тому же, он дал некоторый, я считаю, импульс для шахматистов нестандартных, которые любят оригинальную игру. Итак, английское начало. Английское начало. Ну, вот эта позиция исключительно шаблонная. Здесь все играют конь Ф3 или Д3. Ну, вот ход Е3. Я покопался в базе, выяснил, что это вариант латышского мастера Аспиеникса. Аспиеникс. Вот в начале века жил такой шахматист. Он выступал неоднократно за сборную Латвии на шахматных олимпиадах. Вообще, шахматист был очень хороший. И вот эта идея, которую здесь осуществил Накамуру, это все идея Аспиеникса. Сейчас вы это все увидите. Значит, конь выходит на Е2. Вот, например, на конь С6, так было в недавней партии Звягинцев Михалевской, последовал конь Ж2, слон Е7, 4, 0 и Ф4. Вот в чем идея латышского мастера. Белые убирают пешку Е5, чтобы оставшиеся у них в центре пешки заняли этот самый центр. Ну, идея, кстати, очень классная. Ну, на Ф6, может быть, даже Ф5 есть, чтобы обосноваться на пункте Е4. Ну, здесь надо смотреть, потому что я считаю, что это важнейшая теоретическая позиция. И я уверен, что в ближайшее время ее будут изучать. Навара решил, ну, тоже воспользоваться некоторой медлительностью белых, которые не сыграли конь Евты, и сначала пропустить пешку на С5, чтобы жестко схватить пункт Д4. Но всех проблем не решило. Значит, после развития белые все-таки сыграли Ф4. В принципе, идея та же. Убираем пешку на Е5. Ну, вот где-то до этого момента вроде бы все было здраво, но здесь я не уверен в решении Навара. Мне кажется, что черные не обязаны сами меняться на Ф4. Мне кажется, стоит сыграть два нуля. Вот. Теперь в случае Ф5 черный конь идет на Д3. А в случае ФЕ все-таки, ну, опять то же самое. То есть, конь Е5. Вот. Ну, не знаю, можно ли здесь допускать коня на Д3. А если Д4, тогда конь Ж4. В принципе, здесь пешка на С5 вполне на месте, потому что черные активно воздействуют на белый центр. Последовал ЕФ, конь Ф4. Вот здесь уже четкого разенства нет. Причем, Накамуру продемонстрировал очень хорошее решение. Он оставил пешку на Д2. Ну, ясно, что с пешкой С5 уже бороться тяжело. Просто Б3. И вот два фианкетированных слона оказалось очень сильных. Один давит на ферзовый, другой на королевский фланг. Ферз Д7, конь Е4. Очень сильное решение. Итак, слон скрывается для лучших дел. Кстати, конь идет на Х5. И пешка на С5 слабая. Ладья Д8, ладья Ф2. То есть, черные вроде бы сделали все здраво. Но что дальше, непонятно. А у белых есть прекрасная идея. Давление на С5, давление на королевском фланге. Конь Б4. И еще один шикарный ход. Ферзь Ф1. То есть, белые еще организуют давление по вертикали Ф. Вот смотрите, здесь были какие шикарные варианты. Ну, понятно, ладья Е8, конь Х5. Но вот слон Ж4, Х3, слон Е6. Вот как будто бы ушли из-под удара. Конь Х5. Вроде бы, достаточно банальная угроза отражается ходом Ф6. Но вот если вы посчитаете количество фигур, которые атакуют пункт Ф6. То сразу станет понятно, что удары на Ф6 надо рассматривать. И после ладья бьет Ф6. На самом деле, у черных очень большие проблемы. Потому что затем белые внедряются на Ф6. Либо съедают ферзя, либо огорчают черного короля. Последовало слон бьет Е4. Видимо, ход отличный. И вот слон Е4. Здесь уже от черных требуется феноменально точная игра. Навара просто не почувствовал опасности. Надо было срочно сыграть Ф5. Ф5. И на отход слона слон Ф6. Урезая белого слона. Вот это была главная идея защиты черных. Но вот Навара проявил преступную халатность. И сыграл конь. Ф6 на Д5, кстати, еще оставил коня на Б4. Но ход совсем слабый, объективно говоря. Конь Аш5. Теперь, если сыграть Ф6, то, конечно, ослаблялись очень сильно белые поля. Например, после А3 конь А6 слон Ф5. И после ухода ферзя следует простенький ход ферзь А3. После чего королевский фланг черных, ну, совсем в беде находится. Угрожает всяческие удары им от Н7. А на Ж6, конечно же, следует слон Е6 шах. И там пункт Ф6, видимо, разрушается. Последовало Ж6. Ну, здесь меня в анализе просто порадовал Железный друг. Он предлагает здесь подставить ладью под бой. Ходом ладья бьет Ф5. Ну, для человека совершенно неподъемное решение. Но белые, на самом деле, создают давление на пункте Д5. А конь на Д5 все-таки фигура важная. Защищает пункт Ф6. Ну, идея такова. На взятие ладьи следует слон бьет Ф5. Ферзь Д6 и ферзь А6. Выясняется, что белые без ладьи тихими ходами создают страшные угрозы. Ну, дальнейшая атака, ну, в общем, это плод анализа. Но, на самом деле, здесь вполне человеческие ходы. И белые, в конце концов, дожимают. Ну, и так как сыграл Накамура неплохо. Другое дело, что ладья Ф5, наверное, выигрывала жестче. После А3 все-таки у черных был шанс. И этот шанс сейчас находится перед вашими глазами. Вот здесь, конечно же, конь А6 совсем слабый ход. Черные абсолютно обязаны были играть Ф5. Встречая белые атакующие фигуры. Ну, здесь дальше, ну, конечно, можно отступить. Но тогда уже конь может уйти на А6, на С6. Если слон бьет Ф5, ну, такой форсированный вариант, вы знаете, вот удивительным образом многофигурная позиция сводится до вот такого окончания, в котором у черных есть неплохие шансы на спасение. А после коня А6, ну, хоть совсем слабый, у белых уже легкое-легкое давление. Итак, взятие НД5, слон Ф6, и белые просто собираются внедлить коня на Ф6. Это и случилось. Последовал Ферз Д6. То есть, черный просто каким-то образом находит способ не проиграть сразу. Но Ферз С4, на самом деле, разница в силе коней колоссальная. То есть, Ферз идет на С3, ладья на Ф1. Черный просто не удерживает королевский фланг. Ладья Ф1 теперь угрожает жертва. Конь бьет А7. Ну, вот, например, на ладья Д6 эта жертва проходила. Последовало А5, что дало возможность Накаморе блеснуть комбинационным талантом ударом. Конь бьет А5. Ну, и дальше вот убогий конь на А6 только наблюдал, как его короля здесь избивали. Причем, ну, Накамора играл исключительно точно. На Ферзе G5, конечно же, ладья А7. Ж5, шах на Ф6, Ферзе G6 и Ферзь Ф1. Заход на А3. То есть, ну, черный король здесь фактически обречен. Ладья бьет Б7, но вот хороший атакер, он не забывает еще и материалом подкормиться. В общем, здесь закончилось полным избиением черных. Шахи черных кончились, не начавшись. Ну, что ж, Накамора одержал блестящую победу. Молодец. Ну, а игра Навара вызывает только сожаление. И еще большее сожаление лично у меня вызывает игра Гашимова в этом турнире. Я, честно говоря, все-таки очень-очень уважал и продолжаю еще уважать этого шахматиста. Мне казалось, что он очень сильно играет в шахматы, но то, как он играет в Вейконзе, пока не соответствует его прежнему уровню. Сегодня он белыми проиграл фактически без особой борьбы Иванчуку, причем некоторое его решение, но откровенно не гроссмейстерского уровня. Итак, кстати, Иванчук оказался прозорливым шахматистом. Он понял, вообще вычислить аутсайдер в том или ином турнире, это особое искусство. Вот Иванчук почувствовал, что Гашимов не в порядке. И поэтому он начал агрессивную игру. В принципе, g6, слон, g7 так играет на победу черным. Итак, защита пирца у Фимцева. Ну вот Гашимов, видимо, не рассчитывая свое состояние, применяет очень агрессивный вариант Семагена. e5 сразу. Ну, я так понимаю, что здесь есть определенные анализы. Конь fd7 самое грамотное решение. То есть черные просто пока не меняются на e5, дают белым счастливую возможность самим разменяться на d6. Но белые, естественно, захватывают пространство. 2-0, конь f3, конь b6, теперь слон идет на g4, поэтому самый точный слон e2. Вот здесь в партии первоисточник был сыгран непринципиальный ход d5, который снимает напряжение в центре. Это неправильно. Конь c6 очень правильно. И после 2-0 f6. То есть черный все-таки ликвидирует пешку на e5. Вот. И фактически это путь к уравнению. То есть Иванчук оказался очень хорошо готов. После размен на f6 и слон h4 черные еще успели поставить пешку на d5. Получилось шикарно для черных структура. Потому что у белых нет пункта e5, а у черных в перспективе есть пункт e4. Ну, мне кажется, что здесь перевод белого коня на d3 надо было начинать с хода конь e5. Но потом конь d3. Там, на самом деле, конечно же, у черных нет никакого перевеса. Больше того, надо еще проявлять некоторую осторожность. Все-таки белые немножко активнее. Последний ход конь e1. В общем-то, почти то же самое. Почти то же самое. Но, правда, здесь черные не обязаны играть конь e7, как они сыграли. Есть и ход слон f5. Ну, последовал конь e7. Вот здесь коня надо было, конечно, поставить на d3. Потом слон шел на f3. Кстати, конь c4 не опасный за ферзь с1. Но последовал ужасный. Вот я не могу объяснить. Ход g4 просто ужасный с позиционной точки зрения. То есть белый совершенно необоснованная активность. И самое удивительное, что здесь у черных не один, а несколько способов получить перевес. Очень сильный ход был здесь f5. f5, после чего и на d4 слабости, и на g4. Ну, задвижка g5, ну, совсем мне не кажется симпатичной за белых. То есть даже непонятно, на что Вугар рассчитывал. Последовал конь c4. Самый сильный ход. То есть конь угрожает и взятием, и вторжением на e3. Ну, теперь вот, ну, не знаю, может быть в этом просчет. То есть Вугар обнаружил, что в случае ферзь с c1 следует банальный ход f5, после чего зависает и пешка на d4, причем с шахом, и пешка на g4. Ну, вот мне трудно даже, вот это предположение мое, что гроссмейстер такого уровня мог земнуть такое, ну, не знаю. Оно, в принципе, кажется преступным. Но я не могу найти другого объяснения. Ну, Вугар сегодня просто встал не с той ноги. Пришлось разменяться на c4. Позиция вскрылась, у черных два слона, причем, ну, белый король просто плачевный. Если слон черных выйдет на b7, будет плохо. Конь g2, b5, разумеется, слон идет на b7. Ну, вот Вугар пустился во все тяжкие, активизировал еще черную ладью. Ну, конь e3 напрашивался, но тогда вот был очень точный ход ферз d7. С одной стороны черные намечают атаку пешки d4, и пешку g4 держат под боем. А в случае конь c4 очень неприятный переход ладьи через b4 на d4. Ну, в общем, здесь у белых, в принципе, дела плохи. Итак, ладья b4. Вот, ну, пожалуй, чуть ли не единственный шанс. Здесь надо было, конечно, сыграть c3, не жадничая. То есть пешку на g4 белый готовы отдать, но при этом у черных оставалась неудачная ладья на a4. Я думаю, что здесь за пешку можно было получить контрыгру. Ну, а после конь c5 и очень точного хода c3 стало ясно, что пешка d4 не жилец. Не жилец, и, ну, здесь совсем уже плохая позиция. Ферз e2, конь c6, еще точный ход. Вот, пешка на d4 падает, a3. Я так понимаю, что вугар, может быть, рассчитывал на ход ладья бьет d4 наивно, и тогда конь e6. Вот была бы такая вилочка, и в случае взятия там конь на c6 подвисает. Но последовал, последовал, так, простите, вот, теперь на a3 последовал промежуточный ход ладья e8. Ну, пешка на d4 падает, все плохо. Вугар отдал ферзя за две ладьи. Так вот, оставшийся в живых черный ферз развил страшную активность на фоне того, что у белых здесь полно, полна доска слабости. В общем, здесь совсем дело плохо, и остаток партии мы можем наблюдать уже в режиме, я бы сказал, несосредоточенного наблюдения. Потому что, ну, потому что позиция абсолютно безнадежна, белые не в состоянии скоординировать фигуры. Черные постепенно добираются до белого короля, и здесь, ввиду угрозы ферз f3, конь на d5 остается под боем, но на это следует ферз f3. Белые сдались. В общем, мягко говоря, некачественная партия, и вугар, ну, надо как-то немножко отвлечься от шахмат, посмотреть фильм, может быть, выпить хорошего французского вина, погулять на побережье. Ну, как-то надо это забыть, потому что переварить вот это ужасное положение совершенно невозможно. И, наконец, мы смотрим последнюю партию, в которой блеснул герой сегодняшнего дня. Я показываю его. Вот наш герой, ныне это претендент на мировое первенство Борис Абрамович Гельфанд. Ну, я так понимаю, что общественное мнение сейчас относится к нему достаточно критически, потому что он неудачно сыграл в Москве, и здесь тоже стартовал плохо, проиграл маленькому гире. Ну, вот сегодня Борис Абрамович показал, что он по-прежнему силен, просто, может быть, немножко скрывается, немножко таится. Ну, вот, если зверя прижать к стенке, если зверя ранить, то он может показать свои зубы, клыки и так далее. Вот, сегодня Борис Абрамович показал свои клыки острые. Он одолел Корякина, который, кстати, уже пятую партию подряд играет результативно. Я, кстати, предположил, что Корякин сможет повторить подвиг гири и после двух поражений на старте одержать победу в Вейконзе, но, боюсь, этому не бывать. Во всяком случае, после трех поражений вряд ли он восстановится. Итак, Корякин у нас шахматист очень принципиальный, играет вариант Найдорфа. Он, собственно, этот вариант достаточно долго, ну, по меркам его жизни отстаивает. Но вот здесь Гельфанд оказался очень хорошо готов. Этот вариант известен еще по партиям Каспарова, Широва и других мастеров социальянской защиты. Здесь черные пытаются сбить коня с Д4, белые его укрепляют. Ладья Ц8, вот Гарри Кимович здесь ферс А5 пробовал без большого успеха. Это 3-0, то есть классическая социальянская завязка, когда белые уходят в 3-0 и, ну, и готовы поставить мат черным, если они сделают короткую рокировку. Вот в прежние времена здесь с Топаловым Гельфанд играл ферс А5, но там, на самом деле, есть проблемы у черных. Я их обозначил вот здесь одним ходом Король Б1. Последовал размен на Д4 и ферс А5. То есть черные, на самом деле, не торопятся уводить короля из центра, подставляясь под матовую атаку. Иногда они здесь даже, может быть, играют Б5, СД и Б4. Позиция очень хитрая. Например, на Король Б1, вот самое вроде бы логичное желание защитить пешку А2, черные, наверное, могут пожертвовать качество. И вот возникает вот такая ситуация, когда белые разменивают ферзей, у черных за качество всего лишь пешку, но слон идет на С4. Я думаю, что позиция держится без особых проблем. Но, тем не менее, это еще требует уточнений. Последовала новинка, ферзь Ф2. На самом деле, слон угрожает вторжением на Б6. Последовало отличный ответ ладья Ц6. Ну, препятствующая идея белых. И Ж3. В принципе, идея не новая. То есть белые активизируют свою пешечную массу. Теперь и Ф4, и Х4 угрожают. Черные играют 2-0. Ну, ясно, подключают ладью к бою. И ход Ф4. Вот теперь перед черными стоит принципиально важный выбор. Куда отправлять коня? Я рассматривал здесь крайне интересный вариант конь Ц4. Ну, разумеется, понимаю, что без домашней подготовки очень сложно понять, что будет после слон бьет Ж7. Конь Б2. Восклицательный знак. Ну, я здесь некоторые анализы проделал. Вот вы можете посмотреть, что здесь происходит. В общих словах, так или иначе, черные играют без фигуры. Но при этом, в общем-то, гоняют белого короля. Съедают тут как минимум пару пешек. А может быть, даже и больше. Мне кажется, что здесь, ну, скорее всего, все закончится примерным равенством. Но досчитать до этого абсолютно невозможно. Конь Д7 тоже ход здравый. Ну, вот в данной ситуации, конечно, Корякин явно ошибся. Он включил ходы H4, G4. Что привело к достаточно плачевной для него ситуации на королевском фланге. Надо было сразу играть конь Д5. Конь Д5. И после чего возникали вот варианты аналогичные тем, что были в партии. Ну, вот здесь надо играть слон бьет G7. Брать качество не стоит. Взяли на G7. И король Б1. То есть, вот получалась позиция, похожая на ту, которую мы сейчас с вами увидим. У белых неплохая компенсация за пешку. Вот. А последовало, вот смотрите. Итак, последовало включение. И здесь белые сыграли конь Д5. Взяли-взяли. И жертву качества. Ну, давайте я здесь покажу, почему нельзя брать. Ну, на самом деле, просто давление на пункт... Нет, не на этот пункт. Давление на пункт Б2 настолько сильное. И конь А4, ладья Ц8. Так все просто. У черных мощное давление именно по черным полям. Белопольный слон белых не может принять участие в защите. Ферзь Е3, конь А4, Ц3, ладья Ц8. От удара на Ц3 защиты просто нет. Вот. Ну, я не знаю. Может быть, ладья Д3. Тогда еще Б5, Б4 добавим. То есть, это абсолютно понятно. Поэтому Корякин резонно не стал забирать качество. Разменялся. Сыграл король Б1. Пешка на А2 висела. Гельфанд также резонно забрал пешку на Д5. Ну, вот здесь начинаются некоторые вопросы. Я считаю, что белые без труда удерживали равенство ходом слон Ж2. Вот. Ну, почему Сергей так не сыграл? Может быть, он опасался ответа ладья Б5. Почему он поторопился менять ладьи? Ну, на самом деле, здесь важно понимать, что атака черных не так уж и сильна. У белых тоже, кстати, есть ладьи. Например, на Е6 играем ферзь Д2. Ясно, что давление на пешку Д6 вынуждает размен. Кстати, на ферзь Б6, Ц4 есть на правой ответ. Взяли, 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 ну, что делать? В случае Д5, я не привел этот вариант, но сейчас приведу. Есть ответ Ц4, дисциплинирующий черных. Вот. А в случае конь Б6, слон Ф1, ладья Д5, взяли-взяли слон Ж2. Ну, в общем, видно, что здесь белые либо отыграют пешку на Б7, либо сдвоят пешки черных на Д5. По-моему, дело движется к практически равному окончанию. Но последовало, ладья бьет Д5. Ферзь Ж2 и ферзь Ц5. То есть, черные так перекручиваются и либо сохраняют лишнюю пешку, либо получают мощную инициативу. Ну, вот один из принципиальных, еще важных вариантов. Ферзь бьет Ц5. Взяли-взяли, Б4. Ну, идея съесть на Б7. Но вариант надо продолжать, потому что черные активизируют ладью. И здесь начинается достаточно хитрая игра. У белых, конечно, полно слабых пешек. На А2 и главный на Ж3. Вот. В анализе, конечно, достаточно трудно определить, насколько серьезны шансы черных на выигрыш. Может быть, кстати, это было одной из наименьших зол. Последовал ферзь Е2, конь Ф6. Очень точное решение. Неожиданно выясняется, что черные готовы предоставить белым на блюдечке с голубой каемочкой и пешку Е7, и пешку Б7. В случае слом бьет Б7. Ну, это совершенно не человеческое продолжение. То есть, человек, в принципе, вот такие вещи после ферзь Е4 здесь уже расчет заканчивается. Итак, Б3, конь Е4. Все. Здесь любой нормальный человек скажет, все, надо сдаваться, на этот вариант идти нельзя. Ну, я вариант продолжил, так как у меня в распоряжении были железные машины. И обнаружил, что здесь ничего особенно страшного для белых нет. Во всяком случае, напрямую они не проигрывают. А ситуация остается достаточно напряженной. Вот. Ну, последовал ферзь Е7. Ну, вот как ругать этот ход? Объективно, ход ошибочный. Потому что после этого у белых абсолютно безнадежный. Но еще раз повторяю, решиться на компьютерные варианты может только читер. Только читер. А Сережа Корякин у нас честный человек. Он сыграл ферзь Е7. И после Б5 выяснилось, что у черных бесплатная инициатива. Черные внедряются по вертикали Е и добираются до пешки Ж3. Дальнейшая реализация. Вы знаете, дальше уже можно так смотреть, можно сяк. Но так или иначе пешка Ж3 падает. И черные везде получают выигранные окончания. Ну, вот самый простой путь. Разменять ладьи после падения пешки на Е3. Черные получают массу проходных. Причем никаких вечно шахов не получается. Ну, вот здесь ситуация достаточно прозрачная. И никакие компьютерные ухищрения не помогают белым спастись. Король Ф3. Ну, последовал достаточно нехитрый переход в пешечное окончание. И вот что здесь. Две пешки против одной. Но вот четкий ход Б4 нивелирует пешечное преимущество белых на ферзовом фланге. У черных фактически лишний пешка. Играют Король Ф5. Отдаленная проходная делает свое черное дело. И черные забирают на Ф4 и идут на ферзовый фланг. Ну, что ж, убедительная победа Бориса Абрамовича Гельфанда. Он молодец. И я призываю всех любителей шахмат с уважением относиться к претенденту на мировое первенство. Он еще себя покажет. Ну, а в турнире у нас продолжают лидировать Карлсон и Ронян. Ждем дальнейшего развития событий. Для вас работал гроссмейстер Сергей Шипов. Продолжение следует...